всем привет и добро пожаловать ко мне на канал сегодня у меня видео про гибридные диджейство и я сейчас вам расскажу подробнее об этом почему вообще решил снять и что это этому предшествует ну и расскажу поделюсь своим мнением получилось ли у меня что-то или нет обязательно подпишитесь если вы еще не подписались здесь я рассказываю про электронную музыку синтезаторы про свое творчество так что добро пожаловать нажимайте колокольчик также чтобы не пропускать мои нового видео ну если есть возможность становитесь бустерами и можете поддерживать ими различными способами том числе оформить способы на youtube если вам такое доступно почему я решил вообще записать это видео да потому что в декабре я приобрел себе контроллер это контроллер трактор трактор control s2 это диджейский контроллер который позволяет играть музыку с помощью программы трактор это виртуальный такой диджейнг с помощью цифровых файлов можем смешивать их трактор это очень популярная диджейская программа и контроллер от этой компании работает очень хорошо идеально можно даже так сказать внутри содержит себе звуковую карту и с помощью этой звуковой карты как раз таки я и подключил стереопару в digitact для того чтобы использовать и так в качестве драм-машины которая которая обменивается клоком с трактором и это все дело синхронизируется и мы можем получить такой классический олдскуле сетап для того чтобы из диско трека превратить в хаос но в принципе как это все изначально и начиналось почему это может быть интересно музыкальным продюсером или тем кто пишет музыку потому что а музыка другая какая-то может вдохновить вас на что-то и в том числе диджейнг для меня если вы не знаете то у меня очень богатый диджейский опыт за плечами более 10 на 15 лет не знаю скольки и последние два года я очень мало диджейл да практически вообще не диджейл и приобрел свет контроллер для того чтобы записывать какие-то миксы один из таких миксов доступен на бусте новогодний ну я стримил и играл диджей сет но в общем то суть в том что я чувствую острую нехватку диджейнга прямо сейчас и в первую очередь потому что чужая музыка она вдохновляет меня на то чтобы написать что-то новое но когда вы сводите два трека то в этот момент происходит какая-то магия и возникает новый такой луп которого не слышали ни от первого не торо трека вместе они производят вот эту самую такую петлю интересную которая также может вдохновлять я думаю это интересно но если свести пластинку с драм-машины не имеет миди синхронизации или юсб как моем случае очень сложно потому что нужно подогнать пластинку под ритм и а если пластинка в там стере диска например ту ритм постоянно плавает в общем для этого нужно заниматься этим многие годы чтобы отточить этого мастерство сейчас можно сделать гораздо проще можно взять драм-машину который есть например юсб хост и который подает клок через этот юсб хост и мы можем в программе трактор настроить синхронизацию и в принципе и диджеить с драм-машиной давайте попробуем сегодня это сделать я покажу какие настройки я сделал для того чтобы это осуществить покажу что у меня получилось в итоге и мы поговорим кому это может быть полезно и как хорошо это в принципе работает и так как я уже сказал аудио сигнал у меня по поступает в дидже такт по юсб дидже так подключен в компьютер то же самое с контроллером контроллер по избе подключен в компьютер и в программе трактор нужно произвести следующие настройки в контрол менеджер нужно выбрать дженерик миди в input поставить трактор виртуальный input of output поставить дидже такт все практически все настройки готовы для того чтобы мы могли синхронизировать наш ритм ну поскольку я очень долго диджея я примерно понимаю как работает ритм и могу с легкостью подкрутить то что расходится но самая главная загадка заключается в чем как нам синхронизировать и долго ли будет держаться этот клок допустим на настроили мы видим здесь появились настройки внешней синхронизации кнопка мастер отвечает за то что будет мастером в данном случае вот это дидже такт две деки являются видом мы можем также сделать мастер например деку ремикс дека в данном случае менять здесь скорость и посмотрим будет ли дидже так держать эту скорость вместе сейчас у меня чуть криво тут вот так 140 bpm 139 показывает трактор 140 показывает дидже такт самое главное не забыть поставить midi конфиг синхронизацию чтобы он принимал клок и его отдавал когда наши девайсы синхронизированы мы можем что-нибудь поджемить например поработать с фильтром нашего лупа который в ремикс деке или поработать с драм-машиной и в дидже такте может быть запустить еще один ритм у меня в данном случае с амин брэйк трактор нам предлагает сходу точнее контроллер с 2 эквалайзер и несколько вариантов фильтрации классическая с реверберацией фильтр с дилем и фильтр с флендером так выглядит ремикс дека я чуть попозже к ней вернусь еще расскажу чем она может быть полезна в создании музыки и справа у меня просто загружен трек и стоит сейчас луп также можем работать с его эффектами левая пока отключил и что самое интересное мы можем бродить по треку в поисках какого-нибудь идеального для нас лупа ну и также мы можем соединять его с другим треком с левым и например когда вы нашли какое-то идеальное сочетание трека а и трека б мы можем поджемить и например записать это можно использовать функцию реверс ну и эффекты ну а если у вас какая-нибудь драм-машина не просто ваншот а еще лупы может воспроизводить то есть с нее тоже можно воспроизвести какой-нибудь лупы в принципе скорость держит неплохо учитывая то что оба трека являются диска и он совсем не держит скорость практически вот эти лупы держатся неплохо давайте я поподробнее теперь расскажу про ремикс сет ремикс сет это такая дека которая позволяет запихивать вот прямо сюда лупы мы просто берем например с трека ну нам понравился какой-то луп мы просто закидываем его прямо сюда допустим мы этот останавливаем главное тоже в ритм запустить этот клип можно включить кейлок ну тогда они обрабатываются эффектом уже совместно ну что же вот такая вот техника возможно то есть трактор получает клок от диджит акта ритм возможно синхронизировать удобно ли это играть на концертах скорее всего нет потому что вам придется постоянно подкручивать помимо того что два трека можно нужно будет синхронизировать так еще и драм-машину но если вдруг вы поднимите свою технику на определенный уровень и я думаю что вы сможете и этого добиться но конечно же это не так просто но что полезного можно из этого извлечь так это то что в тракторе есть возможность сохранить этот ремикс сет мы его сохраняем и в разделе с ремикс с этими появилась папка с нашими лупами которые мы можем открыть например finder вот они наши лупы и что мы теперь можем с ними сделать мы можем использовать их в продакшене ну не с юридической точки зрения об этом тоже сейчас наверное расскажу но с точки зрения какого-то удобства поиска лупов бегая по треку с помощью трактора и сочетая его с другим треком возможно искать вот эти какие-то сочетания интересные потом просто сохранить это все в ремикс сет и у вас уже будет набор из этих лупов которые можно закинуть в сэмплер если у вас есть например ну или просто там условно составить уже трек мне кажется это отличный способ для того чтобы набрасывать идею вот нескольких треков с каким-то ритмом и потом просто это фиксировать вот в этих петли и дальше продолжить создание возможно трека или бутлега или едита в зависимости от того что вы какую цель вы преследуете поскольку сейчас сэмплировать музыку стало очень сложно с авторскими правами и вы наверное вряд ли сможете зарелизить я думаю что даже это видео скорее всего придется отключить монетизацию в силу того что я использовал чужие треки так уж выглядит к сожалению авторское право в современном мире что очень сложно все сэмплировать но я знаю точно что многих людей это не останавливает и сэмплинг вот именно такой диггерский сэмплинг является неотъемлемой частью в производстве музыки и я думаю что прежде всего такая техника и вообще этот вариант создание ремиксов или эдитов подойдет именно тем кто свою музыку связывает с заимствованием какой-то истории заимствами какой-то музыки которая была заранее и вдохновляется ею для этого мне кажется это очень здорово подойдет конечно же можно делать это все и в сэмплире но в сэмплире нет возможности быстро перекидывать треки искать вот какую-то такое сочетание интересное двух там или трех возможно треков тракторе кажется происходит это чуть быстрее также если вы например делаете техно музыку там чуть попроще со съедением то есть он ритм хорошо держит в отличие от диска и в этом плане наверное тоже будет удобно использовать драм-машину внешне для того чтобы подыгрывать ритму двух или трех треков для этого у компании на этих инструмент есть такие девайсы как машин тоже очень удобно и чаще всего я видел что используют именно ее с такими штуками но у меня и мыши на нет умеясти джит акт был тр 8 с и вот эти две драм-машинки они тоже подойдут для какой-то базовой задачи синхронизации диджей сета и драм-машины идеально это происходит нет приходится подстраивать для концертов наверное будет сложно но набросок идеи думаю тоже вещь интересная если у вас вдруг есть такой сетап то вы можете попробовать использовать его таким образом и получать новые идеи для творчества что же на этом сегодня все до скорой встречи пока